Благослови, Душа моя Господа, благослови Неси Господи. Во время ООНа приступишь ученицы к Иисусу глаголюще. То оба боли есть в Царстве Небеснем. И призвав Иисуса отрача, поставя ей посреди их и речи. Аминь глаголю вам. А еще не обратитесь и будете, яко один из малых сих, не вниете в Царство Небесное. Иже, бы смириться яко отрача сие, то есть боли в Царстве Небеснем. Ижащий примет отрача, такового имя Мое меня приемлет. А ижащий соблазнит иди на гамалых сих, верующих в мя. У не есть ему, да, обесится жерно фасельский на вы его, и потонет в пучине морстей. Горе мир от соблазнов. Нужда бы есть прийти соблазном. А бачи горе человеку тому, им же соблазн приходит. Ащи ли рука твоя или нога твоя соблажняет тя от си цию и верзи от себе. Да брейшите есть в нити в живот хрому или бедну, нежели две руцы и две нози и мощу, вержину быти в огонь вечный. И ощока твоя соблазняет тя и змия, и верзи от себе. Да брейшите есть соедини моком в живот в нити, нежели две отцы и мощу, вержину быти в гену огненную. Блюдите да не презрите единого от малых сих. Глаголю бы вам, яка ангели их на небесах вын увидит лица отца моего небесного. Приди бы, сын человеческий, взыскайте и спасти погибшего. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня понедельник, 4 августа. И мы с вами читаем Евангелие от Матфея, главу 18, с 1 по 11 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и бросит себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Такие в англической строке мы с вами слышим. Апостолы подходят к Христу с вопросом, кто больше в Царстве Небесном. Что здесь мы с вами видим? Видим обычное человеческое отношение к обычной человеческой жизни. Апостолы до сего момента плохо осознают, что то Царство, о котором говорит их Учитель, Спаситель наш, не имеет ничего общего с Царствами земными, с какой-то земной властью, земными порядками. Земными преимуществами, земным наслаждением. Здесь они по-человечески рассуждают, что, в общем-то, оно и понятно, и объяснимо. Говорят о том, что привычно. Так вот и здесь для них и важно определиться, для самих себя, что мы идем за тобой. По нашему пониманию, ты истинный царь израильский. Что скоро ты войдешь в Иерусалим, и там воцаришься, и, соответственно, мы, ближайшие твои сподвижники, несомненно, займем какие-то особые места. Вот, соответственно, нужно нам понять, что, то есть, каким нам быть, чтобы место было выше, место было больше. Неверное рассуждение. Все это мы с вами понимаем. Мы воспитаны в таком евангельском духе. Но это Господь вот дальше воспитывает своих учеников. «Призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». О каком умолении речь идет? Несомненно, не стоит рассуждать, что человек взрослый должен превратиться в ребенка. Это Царство Небесное, это Царство детей. Нет, ничего подобного. Не о возрасте говорится, а о состоянии внутреннем. Здесь Господь восхваляет добродетели, которые присущи ребенку. Причем присущи не по трудам его, не потому что он как-то так постарался, и это стало его, а в силу как раз его простоты, простоты детской, простоты младенческой. Так вот, какие добродетели могут здесь упоминаться? Незлобие, нестремление к власти, нестремление к богатству, легкое прощение обид, способность радоваться тому, что тебя окружает. Потом еще есть у толкователей такое упоминание, такое рассуждение, что дети, они четко понимают свою зависимость. Зависимость от кого? От взрослых. То вот ребенок, он четко чувствует, что вот мне нужны папа и мама, мне нужен взрослый. То есть я сам по себе в данный момент да не способен что-то на себе дать. Так вот, и вот это тоже Господом восхваляется, что и в нас, христианах, должно быть отличительной чертой вот эта постоянная нужда по Богу, вот этот голод по Богу дальше. Помните заповедь блаженства? Блаженны, алчущие, жаждущие правды. Это ведь тоже касаемо вот этого, что человек должен жаждать Бога, жаждать истины. Как маленький ребенок, который плачет без мамы, так и душа христианская должна постоянно стремиться к небесному своему Отцу. Именно об этом здесь Господь и говорит. Говорит о смирении, говорит о терпении, о простотее, еще раз скажи мне злобе. Вот это умоление, вот так вот человек должен умолиться с высоты гордыни своей, как ему кажущегося значения, должен снизойти вот к такой подобной детской чистоте и простоте. Вот Господь и говорит, что кто не будет такой, тот не войдет в Царство Небесное. Кто станет таким, тот и больше в Царстве Небесном. Действительно, сердце такого человека наиболее удобно воспринимает Бога и благодать Его. Кто примет одно такое дитяво имя, мое тут меня принимает, а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. О чем здесь речь идет? Апостолы, несомненно, могли задать Христоу такой вопрос, что вот Господи, но если мы станем такими простыми, кроткими, тихими, незлобивыми, как дети, то как нам жить-то и тогда? То все нами будут помыкать, каждый будет стараться обидеть нас, как это вот в жизни бывает. Спаситель здесь их утешая говорит, что то есть, знаете, если вы будете моими, если вы ради меня станете такими, то все верующие в меня, несомненно, с радостью будут вас принимать и вас заботиться. И жизнь церковная, жизнь православная, это, в общем-то, оно показывает, что всегда праведники, они были возлюблены своими собратьями. И наоборот, здесь Господь, смотрите, как угрозу говорит другое, что а те, кто обидит одного из малых таких, таких вот смиренных и простых христиан, вот тому лучше было бы в этой жизни подвергнуться всякому мучению, нежели с этим грехом пойти в вечность, где встретят муку несравненно большую. Об этом вот эти слова, да, что тому лучше было бы мельничный жород в наш шею повесьте, потопить его в глубине морской. Здесь еще исследователи говорят, что евреи, они в какой-то степени боялись моря, боялись вот величины его. И, соответственно, для иудеев вот было даже где-то в их, возможно, суеверных представлениях, скажем, быть утопленным в воде, это было, означало прямо быть уничтожено полностью. Что это любая другая смерть, но самое главное, чтобы вот не в воде погибнуть. И вот Господь здесь как угрозу вот это и произносит. Что опять же, да, каждый знал об этом. «Горе миру соблазнов, — сказал Господь, — ибо надобно прийти соблазном». Вот здесь возникает зачастую у нас вопрос, что значит «надобно прийти соблазном». Если надо, чтобы были соблазны, если нужно, чтобы были грехи, если, получается, человек по нужде своей грешит, то какая же тогда ответственность за все это дело? Если я делаю зло по необходимости, какой же с меня спрос? Но на самом деле не об этом речь. Человек в соблазн вступает, в общем-то, всегда добровольно, соблазну поддается. Всякий праведник, он в силе отклонит соблазн и выйти из какой-то соблазняющей ситуации еще более опытным, более мужественным. А всякий любящий грех, несомненно, порой с радостью, тонет вот в этом болоте греха. Ну а то, что слова «что нужно», «соблазны прийти» значит, что миру греховному, человеку падшему, даже где-то действительно удобно жить в зле. Но это не значит, что он обязан в этом быть. У человека есть свобода. Христос пришел на землю освободить человека, дать ему возможность выбирать. И в этом выборе уже утвердиться. Ну а так вот, да, вот Господь, опять же, угрожая, говорит, что горит человеку, через которому соблазн переходит. Горе ему, то, что велика ответственность на нем, то, что и сам грешит, он страдает от этого, еще более муком подвергается, когда является причиной греха другого человека, если научает человека другого греху. Как же поступать нам с такими людьми, которые влекут нас к злу, общение с которыми искушает нас, соблазняет нас, заставляет порой нас делать зло. А вот дальнейшие слова этого касаются. «Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и бросить от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками или с двумя ногами быть вержену в огонь вечный. Или глаз твоя соблазняет тебе, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя быть вержену в гиену огненную». То есть вот такие слова, что как бы тебе был недорог человек, недорог человек, который к злу тебя подвигает, откажись от него, останови всякое общение с ним, если не можешь как-то его остановить или переубедить, как бы близок он тебе не был. Также любая ситуация, насколько бы дорога она тебе не была, если в основе ее лежит грех или в финале ее лежит гибель духовная, несомненно, это нужно оставлять. То есть опять же вот этот выбор здесь нам, Господом, открывается, что человек, все в твоих руках здесь. Ты можешь выбрать или добро, или зло, или жизнь, или смерть. Ну а по поводу опять же смиренных, подобных детям Господь говорит, «Не презирайте ни одного из таких, из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца в небесном». То есть вот насколько почтены получатся праведники. Господь говорит, что если они близки Богу, они Богу свои, соответственно, вы, презирая их, унижая их, гнушаяся имя, оскорбляя их, тем самым носите оскорбление самому Богу, который вот к ним ангелов приставил для служения им. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать, спасти погибших». Ну Господь здесь говорит о том, что он и пришел для таких людей, спасти погибающих, что для него каждый человек дорог, бесконечно дорог. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами успели прочесть. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 18, то есть 1 по 11 стих. Всем напоминаю о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне пребывает со всеми нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok